Приветствую, уважаемые телезрители! Приобрел специально для брендирования своей одежды рабочий такой вот аппарат, называется Embroidery and Saving Machine, что означает... Хрен его знает, что означает. В общем, швейная машинка с функцией печатания или вышивания имен и прочих узоров. Я уже немного потренировался, сегодня в магазине купил вот такую вот фигню. Называется подкладка по-русски. И сейчас уже на своей рабочей рубашке попытаюсь замутить имя вот здесь вот. Вот прямо вот в этом месте. Напишу Адам. Напишу Адам и давайте посмотрим, что из этого выйдет. У жены, собственно, есть швейная машинка. Мы ее здесь приобретали. Она обошлась нам в 700 долларов. Называется она Janom. И в мире швейных машинок этот Janom все равно, что Mercedes в мире автомобилей. Ну или какой-нибудь там. Ну, короче, в общем, премиум бренд. Но она не делает то, что нужно. То есть она аккуратно это не вышивает. Я пытался здесь вот накалякать свое имя. И с помощью этого Janom в ручном режиме получалась полная лажа. И поэтому решил приобрести так называемый китайский аппарат. Этот Brother SE-400. Обошелся этот аппарат примерно в 304 доллара на eBay, тут и на Амазоне. Очень хвалят этот аппарат. Прямо космические вещи делает. Я уже поиграл, как я уже сказал. И сейчас буду набивать свое имя на рабочей рубахе. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Жена говорит, я хочу швейную машинку для тополя. Я говорю, ну давайте купим нормальную. Крутую, классную, хорошую. В общем, купили. И в итоге оказалось, что она обошлась нам в 700 баксов. А в итоге оказалось, что она не делает то, что мне нужно. То, что мне нужно, она не делает. Мне надо только всего-то там имя набить. Подумаешь. Или название компании примерно. И она этого не делает. То есть я 700 баксов потратил. А желаемого результата не получил. Но решили эту машинку оставить. Та, которая за 700 баксов. Пускай она будет с жены. А этот аппарат, пускай будет мой. Так что, можно набить имена на всех одеждах. И вообще заниматься бизнесом по забиванию имен компаний на рабочую одежду. То есть не заниматься этим маленьким таким бизнесочком. В общем, подготовил такую поверхность. Вот это вот называется фигня по-английски. Стабилайзер. Стабилизайзер, блядь. Стабилайзер. В общем, слой, который стабилизирует движение швейной машинки на поверхности ткани. Рубаю аппарат. Набиваю здесь имечко. Убираю шрифт поменьше. Пробела нет ни хера. Кей. Кей. Точка. Окей. Будет Адам Кей. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. И нажимаем кнопочку старта. Лов. Так, вот эту собаку надо на место. И нажимаем кнопочку старт. Пу-пу-пу-пу. Продолжение следует... В общем, вот что из этого получилось. Адам. Вот. Адам. Ну, как говорится, первый блин почти комом. В принципе, надпись читаемая. Надо как бы работать над мастерством. Если кому-то что-то надо, что-то вот вроде состряпать на рабочей одежде, я с радостью возьмусь за заказ. Ну, там, за 100 долларов, к примеру. За одну такую надпись. Шучу. Всем большое спасибо за внимание. Просмотр. Ставьте лайк. Целую. Пока, пацаны.